Здравствуйте, в прямом эфире студия репортера, ее проведу я, Константин Гречан. Если в пятницу с моим коллегой Григорием Блайдой мы выясняли, наши гости выясняли основные, что нам несет государственный бюджет 2018 года, основные цифры, то сегодня мы поговорим, как непосредственно изменится благосостояние людей в 2018 году, основные вот как раз социальные показатели. И в связи с этим мы у вас, уважаемые телезрители, сегодня спрашиваем, ожидаете ли вы роста собственных доходов в 2018 году в наступающем? Если ожидаете, звоните по номеру 784-8081, если нет, то по номеру 784-8082. Также вы можете задать вопрос нашим гостям в студии, которых я сейчас представлю. Телефон прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. К нам сегодня пришли депутаты Одесского городского совета Оксана Гончарук и Вадим Терещук. Добрый вечер. Добрый вечер. И экономист Михаил Борисов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Первый вопрос к вам. Много было разговоров, и президент реагировал, и министр, вице-премьер по социальным вопросам. 4-100. Минимальная зарплата, опять рост минимальной зарплаты, сумма такая солидная, как для минималки. Но вот в проекте бюджета, в бюджете уже, собственно, не в проекте, 4-100 заложено, но вот под какой-то непонятной формулировкой для обывателя, что этот перерасчет может произойти либо во втором, либо в третьем квартале при определенных условиях. Вот можете объяснить, при каких условиях минималка может вырасти до 4100 гривен? Ну, это напоминает советский фильм «Здравствуйте, Ваша тетя», я тебя поцелую потом, может быть, если захочешь. Значит, какие есть основания для повышения минимальной зарплаты? Значит, ну, их может быть два. Первое – это рост экономики, что нам не грозит пока. И второе – это инфляция. И инфляция заложена в бюджет, как говорил один из засов немецкого экономического чуда послевоенного Людвига Хархарт, инфляция – это непростительный грех. Все наши бюджеты грешат инфляцией. Причем она закладывается в бюджет, и мы считаем это нормальным. Значит, по сути дела, это не повышение минимальной зарплаты, это инфляционная индексация наших зарплат и наших пенсий. То есть это поправка на инфляцию. Я вот перебью вас. Инфляция заложена на уровне 9%. Нет, ну, заложена на уровне. То есть написано 9%, но у нас все бюджеты, они инфляционные, и они выполняются, или перевыполняются, исключительно за счет инфляции. И за счет того, что налоги собираются не раз в год основные, скажем, подоходные, а ежемесячно, вот, с поправкой на инфляцию. Поэтому у государства не болит голова, там будет инфляция или не будет инфляция. То есть чем выше она, тем лучше, тем полнее будет бюджет, больше будет надуваться бюджет. Вот и все. То есть это поправка на инфляцию. Но все-таки при каких обстоятельствах вот этот произойдет перерасчет? Потому что сейчас, как вот, базовое повышение доложено на 3723 гривны. И, в принципе, произойдет ли он обязательно до 400 в следующем году? Ну, думаю, что шанс есть. Почему шанс есть? Потому что выборы, перевыборы, так эти президентские, парламентские, становятся все ближе и ближе. В 2018 год это уже, так сказать, время принятия каких-то решений. И естественно, что люди, которые находятся у власти, вот, они очень хотят остаться и дальше у власти. Поэтому будут приниматься самые разнообразные популистские решения. Почему бы не включить печатный срок, почему бы не напечатать еще там. Тем более, что им это выгодно. Вот, опять-таки, с больших сумм будут взиматься налоги, зарплат по белому и пенсии по белому. И мы знаем, что у нас в стране давно действуют две тарифные сетки. Одна, как говорится, для простых смертных, другая для богоизбранных, так сказать, жителей Печерских холмов. И то же самое касается пенсии. Вот, когда большинство наших пенсионеров получают пенсию в районе 2000, то вот сейчас в ноябре, это была обновленная цифра, только бывший министр по чрезвычайным ситуациям получил 102 тысячи. То есть 2 и 102, это немножко отличаются пенсии. То есть у нас, кстати говоря, огромная дыра в пенсионном фонде, и из 150 миллиардов вот этой вот дыры, 50 миллиардов, это вот те самые спецпенсии, которые до сих пор существуют. То есть формально они у нас отменены, то есть у нас уже никаких спецпенсий, но треть дефицита пенсионного фонда, это вот те самые остаются спецпенсии. То же самое с минимальной зарплатой. То есть можно сказать, с инфляцией. Можно, мы могли бы написать, и всем, просто любую цифру написать, тем более, что все эти цифры, это точно так же, как и курс гривны, он ведь не рыночный, он ведь административно устанавливается у нас. Так же и инфляция у нас не рыночные показатели, а это показатели административно, ну может быть любым. Я бы хотел сделать одно небольшое объявление для наших телезрителей. Как мне подсказали, у нас технические проблемы со связью, так что я попрошу вас не звонить к нам сегодня в эфир. Вот, к сожалению, техника подводит, поэтому сегодня без обратной связи, вот кроме интерактива. Вадим, тот же вопрос к вам, в принципе, ожидаете ли вы повышения до 4100 гривен минималки? Я считаю, что минимальная заработная плата, соглашусь с предыдущим нашим коллегой туда, в принципе, в отношении, то есть она является показателем для нас того благосостояния. И какая она, не важно ее цифра, важно, что за эту минимальную заработную плату, что ее можно купить. Если мы там закладываем каждый год увеличение, если у нас инфляционные ожидания превышают даже рост этой минимальной заработной платы, о каком реальном увеличении минимальной заработной платы можно говорить. Важно лишь другое, что сам этот термин, минимальная заработная плата, и сама эта цифра, она заложена в ряд других показателей, то есть она используется для подсчета многих других важных инструментов в экономике, иногда для штрафов и так далее, на что это непосредственно влияет. То есть это увеличение идет уже, уже увеличение, в том числе и поступление в бюджет, связанное с увеличением этой минимальной заработной платы. А вот, как правило, заявление об увеличении определенных выплат, определенных, скажем так, что доходы граждан будут расти, заявление политиков, еще даже до реального принятия соответствующих законов, уже влечет определенный виток цен. Как вы считаете, что нужно ли было делать заявление, собственно, до того, как еще определились подсчеты? Вы знаете, обычно у нас повышение всяких заработных плат, выплат и так далее происходит перед началом избирательных кампаний. То есть это фактически является сигналом или стартом того, что у нас началась очередная избирательная кампания, и у нас пытаются себе таким образом завоевать очки, создав впечатление того, что растет благосостояние народа. А каждый может это прочувствовать сам на себе и на том, что у него остается, как он уходит в магазин, что он оттуда может принести на свою заработную плату, или пенсию, это вообще отдельный разговор. То есть и пенсионная реформа, которая проводится, это тоже очень болезненный вопрос, который предметом может быть отдельного обсуждения. Оксана, как вы считаете, инфляция, съезд, повышение минималки? Вот ваш вопрос, да, как повлияет это поднятие минимальной зарплаты на благосостояние, и почему, заявляя про минимальную зарплату, сразу поднимаются цены? Потому что любое предприятие, когда видит законопроект, в котором повышается минимальная зарплата, естественно, никто сейчас не строит долгосрочные планы, ну минимум на три месяца строят краткосрочные планы, и они уже пересчитывают весь свой фонд зарплаты с учетом минимальной зарплаты. Естественно, себестоимость зарплаты есть во всех продуктах, не знаю, бензина, везде, в сфере обслуживания товара, во всех товарах минимальная зарплата. И вырастет минимальная, поднимается по штатному расписанию, как бы, скажем, всем сотрудникам. Естественно, сумма увеличивается, это распределяется на все товары. И люди не могут менять, предприятия не могут менять каждый день цены. Они хотя бы на три месяца себе устанавливают цены на свои группы товаров. Естественно, они понимают, поднимается минималка, увеличивается, значит, растет курс доллара. И, естественно, то, что сказал Вадим, минимальная зарплата заложена во многие налоги. Тот же, возьмем, те же местные налоги, да, налог на недвижимость от минимальной зарплаты считается, предпринимателей на второй группе всех коснется, потому что в городе 10, например, 10% от минимальной зарплаты, да, то есть не 320, а 370 они будут платить. То есть, если 4200, то 420 гривен в месяц. То есть, и это масса людей задействована в этой сфере. То есть, это сразу все планируют на ближайшее время. И, естественно, мы видим в этом, видим этот рост цен. И наша минимальная зарплата сразу обесценивается. То есть, за нее мы ровно можем купить столько, сколько попали до роста. То есть, нет, как правильно вы сказали, нет реальной базы для роста этой зарплаты. То есть, это просто популистские шаги, которые… Да, лучше говорить о средней заработной плате. То есть, когда мы можем посмотреть на карту, вот недавно опубликовались данные, карта Европы, которые Украина на последнем месте на сегодняшний день находится. Но зарплату. Да, когда поднимает, не правительство поднимает минимальную заработную плату, а когда рынок, когда рыночная заработная плата растет, вот тогда реально, тогда реально есть возможность это прочувствовать. Но вот не случайно же уделяется именно огромное внимание минимальной заработной плате, потому что это же политика на легализацию в принципе заработных плат. Не секрет, что огромная часть экономики в тени, что именно на минималку оформляют людей, которые получают там в разы больше. И как раз вот рост в несколько раз минимальной зарплаты позволит определенный сегмент экономики вывести из тени. Но это я так сейчас в позиции власти говорю. Это заблуждение, которое может привести наоборот, к тому, что расходы, а у нас оплата, то есть налоги, которые необходимо заплатить, чтобы выплатить человеку те же 100 гривен, одни из самых высоких, так они остаются. То есть наоборот может привести к тому, что тот, кто и был до этого оформлен, его выведут из штата, и он не будет работать. То есть такое искусственное поднятие может привести к обратному их сегменту. Совершенно верно, согласен абсолютно. И даже те же мелкие предприниматели, которые работали, то, что я называла на этом даже фиксированном налоге, для них этих 100-200 гривен иногда действительно существенны. И если, например, даже возьмем парикмахерскую, если имели возможность администратора оплачивать, то с поднятием цен я знаю такие мелкие предприятия, которые сокращают даже те 3-2 человека, которые у них были, и сам предприниматель или занимается, если у него бизнес не выдерживает, если же даже расчеты этого, то люди просто закрывают свой бизнес мелкий. То есть мы не даем, то есть нужно какие-то балансирующие механизмы. Да, нельзя так, вот теперь, не знаю, я считаю так и будет так. Для этого есть расчеты. А все экономисты говорят, что нет, реальная для этого основа. То есть эту мы проблему не решим. Тем более, да. Мало того, вот есть еще такое тоже расчеты, что это все сделано для того, чтобы уменьшить количество получателей субсидий, да, потому что там тоже считается, вот я просто столкнулась реально на предприятии, ну я работаю в предприятии, где люди теряют, то есть многодетные мамы там или другие социальные группы, меня теряют социальную помощь, потому что они автоматически, у них поднимается зарплата, и они перестают получать эту помощь. Но на эту зарплату они ровно столько же могут купить, сколько в месяц назад, понимаете? То есть и эта помощь им жизненно нужна. Просто таким образом происходит экономия на помощи государственной. Поэтому тут такое шумничество. При субсидиях, которые насчитываются на отопление, опять же, они-то тоже рассчитывают, и это привязано к ним. И повысив минимальную заработную плату, таким образом некоторые люди могут лишиться тех субсидий, которые они раньше получали на отопление, а мы знаем сейчас, что это стали с каждым годом, это все существеннее, существеннее становятся расходы в системе расходов любой семьи. Ну вот, да, это же, кстати, одно из требований МВФ сократить количество получателей субсидий, потому что действительно у нас их какое-то безумное количество. Ну а что делать, если люди просто не могут платить по нынешним тарифам? Поэтому... Лечь не в том, что сократить количество субсидий. Дело в том, что у нас эти данные, они не систематизированы. Эти системы, они не связаны между собой. Есть люди, которые получают несколько субсидий из разных видов. Это у нас недоскональная, как бы, как это, несовершенная эта система учета тех людей, которые получают субсидии. Михаил Юрьевич, смотрите, вот у нас, да, 4100, вроде как, ну, существенная сумма по сравнению с тем, что еще вот совсем недавно была 1600, да, минималка. Но вот, насколько я понимаю, это же человек на руки не получает эти деньги. Это как база для налогообложения. То есть за вычетом всех налогов он получит более чем на... ну, 20 процентов, более чем 20 процентов от этой суммы он не получит. Я правильно понимаю? Ну, совершенно верно. То есть, если у человека минимальный зарплату основной наклад 3200, и нет никаких премий, там, надбавок, еще, значит, он получит менее 3000 на руки. Совершенно верно. Давайте вот перейдем к вопросу, раз мы уже начали, о льготах, о субсидиях, да, что такой вот сложный достаточно момент сокращаются опять стипендии на треть. Это связано с тем, что вузы, вот, ну, часть вузов выведены на финансирование местных бюджетов. Как вы считаете, это правильный шаг? Ну, вот, не так давно, вот, представитель нашего географического факультета озвучивал одну из передач такую цифру, что только в Польше учатся 30 тысяч наших студентов. Еще такое же количество учатся в других, так сказать, странах, ближайшего, скажем так, за рубеж, странах Евросоюза, в Российской Федерации и так далее. Причем для многих из них там находятся и бюджетные места, и стипендии. Значит, что такое 60 тысяч студентов? Это 6 больших классических университетов. Сегодня, значит, там такое количество наших студентов учатся за рубежом. И вот, если в прежние времена человек, допустим, сдавший без троек сессию, автоматически получал стипендию, то потом это оказалось, что уже не автоматически. А сегодня вот сплошь и рядом такие ситуации, когда вот люди, которые сдали стипендию на отлично, то есть все пятерки, но между ними еще рейтинг, у кого больше баллов, то есть сдав сессию на все пятерки, ты можешь не получить стипендию, и это убивает вообще мотивацию к учебе. Тем более, что опять-таки жизнь дорожает, то есть какая-никакая, тысяча, там, тысяча, 200 стипендий, это какие-то карманные расходы, это помощь самому себе. Значит, студенты что делают? Либо бросают учебу со всем, либо, значит, ищут какую-то работу, забегая иногда там на занятия, потому что они вынуждены зарабатывать. То есть экономия на стипендиях, но это преступление, я не знаю, какое-то просто цинизм. Оксана, вот как вы восприняли, в принципе, новость о том, что вузы вот первого-второго уровня аккредитации, теперь их финансирование будет уложиться на городской бюджет, и, соответственно, стипендии будете платить вы как город. Я думаю, город, мы уже ту тему обсуждали про бюджет города, да, то есть город Одесса постарается все эти нюансы нивелировать, которые реформируют реформы. Потому что эти нюансы постоянно появляются новые и новые. Да, но настолько я знаю, вроде сохранилось в последней редакции финансирование стипендий, я просто еще не так не проработал государственный бюджет. Ну да, то есть сокращать, то есть я что хотела сказать, что у нас решения на многих уровнях принимаются, знаете, как, мягко говоря, не продумано. То есть проще всего, вот у нас нет, мы урезали строчку в бюджете, да, а чтобы подготовить, может, нам не нужно было урезать эти стипендии, может, нам надо более внимательно построить на нашу систему образования, может, там придумать, придумать какие-то механизмы, качественную реформу, вдуматься, проанализировать специальности и так далее, то есть вдумчиво подойти к этой реформе. У нас делаются, знаете, как просто убирается строчка, и кто выживет, тот выживет. сами там решайте свои проблемы. То же самое делается с местными бюджетами. Просто вот мы там посчитали, все, вам столько, а дальше вы решайте, как вы будете лечить там своих жителей, как вы будете их учить и так далее, и так далее. Это ваши проблемы. То же самое у нас катастрофа с отоплением, да, в городе, здесь, вы знаете. Вы должны нам заплатить деньги, говорит Нафтогаз. Нас ничего не интересует. Где вы будете брать за счет каких статей эти деньги? Как вы будете лечить, опять же, повторюсь, учить и так далее, делать, выполнять те задачи, которые у нас положены? Мы не увидим на счету денег, не дадим нам газ, будете мерзнуть. Никто это не обсуждает. Это ваша проблема. Поэтому, вот, к сожалению, такие необдуманные решения. Я думаю, что при желании можно было бы даже в этой системе образования, понятно, что может она сейчас нерентабельна, может она довольно громоздкая, но нельзя уравниловку, вот у нас есть, всем разделили по 10, может надо просто подойти было к рыночной, какие специальности нам нужны, к анализу, к каким-то серьезным реформам, продуманным. К сожалению, у нас этого нет. И можно, да. В прошлом году систему профессионально-технического образования практически поставили на колени, оставив вообще без финансирования. Вот даже не было не предусмотрено негосударственного, и было брошено просто на произвол. Вот чтобы вы понимали, вот с экономической точки зрения, вот когда по строению, если подходить к университету, подходят вот как к бизнесу, то есть завод построить вот с зеленого поля это 5 лет, то есть через 5 лет вы поставите, вы построите цеха, будет оборудование, и будет персонал, который сможет работать на этом оборудовании и производить продукцию. Это мировой факт на сегодняшний день, что построить университет необходимо 25 лет. Сейчас уничтожая систему образования и особенно систему университетов, та, которая она строилась десятками лет, восстановить это потом будет невозможно. То есть мы фактически сейчас утрачиваем это навсегда. Почему? Потому что мы будем вынуждены так, как поступают сейчас, например, в Китае. Китайцы, которые не могут быстро строить заводы, они так и не научились, невозможно строить университеты. Они платят зарплаты европейцам выше, чем те получают в Европе и приглашают их в Китай в два раза на высшие должности для того, чтобы они работали в китайских университетах. Мы же получим, как вы правильно говорите, отток кадров вот эти 30 тысяч, те, что вы назвали, это первые ласточки. То есть те люди, которые уже сейчас, кто может себе позволить, уедут учиться за границей. Что у нас останется, ну вот будем, увидим мы вместе с вами. А вообще этот процесс, на который перекладывают с государственного бюджета финансирование на местные бюджеты, мы называем этот процесс обратной децентрализацией. То, что раньше говорили и нам говорили о том, что вот вы местные бюджеты получили сейчас больше денег, теперь вы можете тратить и на то, и на то, а теперь вы получили больше денег, ну вот теперь вот пожалуйста вот к вашим дополнительным возможностям вот вам дополнительные обязанности. То есть фактически идет процесс обратной децентрализации, в которой пытаются местную власть поставить на колени перед Киевом, когда она снова будет вынуждена с протянутой рукой просить эти субсидии, которые у нас по транспорту, по льготникам и так далее, и субсидии там у нас по медицинскому обеспечению, то есть опять же идти с протянутой рукой в Киев, быть зависимым от Киева, для того, чтобы иметь возможность влиять на местную политику и то, что происходит в регионах. Вы согласны, Михаил Юрьевич, что вот рост бюджета по сути у нас становится все больше номинальным, потому что на время с этим растет непропорциональная нагрузка на бюджеты местные, и мы это все видим, это хорошо чувствуем, тем более, что вот децентрализация, ну это просто смешно, это очередная издевка, ну скажем так, при царе батюшки Одесса отдавала в казну 15% собранных денег, то есть деньги собирались в городе, и раз в год 15% собранных денег отдавалось в центр, то есть 80% денег оставалось в Одессе. Подождите, вот эта децентрализация, вот такая должна быть децентрализация? В 2015 году ради справедливости надо сказать, что бюджет действительно дали заработать, но после этого Киев забирает практически 80%, то есть если у вас забирают 80% ваших доходов, какой смысл работать? Надо еще заметить, что Одесса по сути дела осталась отделена в результате проведения Евро-2012, когда 4 города миллионника получили огромные финансовые влияния из государственного бюджета, за счет чего были построены стадионы, инфраструктурные объекты, Одесса осталась вне Евро-2012, и поэтому вот того огромного влияния, вливания государственных денег в бюджет города мы не получили, и от этого это очень серьезно нас поставило на совсем другой уровень развития по сравнению с городами, которые Киевом, Днепропетровском, Харьковом и Львовом, которые приняли Евро-2012, у них есть и аэропорт, и аэропорт, и инфраструктура города гораздо больше в лучшем состоянии, как раз за счет тех денег, в том числе денег, которые платили одесситы в государственный бюджет, вот эти деньги пошли на улучшение той структуры. К сожалению, если говорить о Евро-2012, то Одесса изначально не была основным городом, и действительно нам надо было все-таки в футболе главное это стадион, для нас было главным стадион, но честно говоря я не увидел за что Одессе нужно было отдавать, вот положа руку на сердце как одессит, я не увидел за что нужно было Одессе отдавать Евро-2012, тот же Днепропетровск был основным городом, но отдали Харькову, хотя это не какой-то там туристический центр большой Харьков, просто у них был стадион действительно хорошего уровня, у нас к сожалению этого, он очень долго строился и не отвечал нормам, необходимым для таких соревнований. Я думаю это было скорее политическое решение с учетом Я принимал непосредственно участие к подготовке города к Евро-2012 и могу сказать вам с ответственностью, что группа экспертов давала Одесса находилась не на первом, но на втором месте по готовности по количеству номерного фонда мы были на первом месте, по количеству по инфраструктуре мы тоже были, то есть наш стадион один из немногих, которых находится в пешеходной доступности от железнодорожного вокзала, что было очень важно. Речь не о географии, речь о самом объекте. И по 130 тысяч мы тоже успевали, я считаю, что это было политическое решение и проиграв, опять же, еще раз, но это, которое отразилось и продолжает отражаться на качестве жизни каждого Одессита и сегодня. Давайте подводить итоги, я попрошу сообщить мне результаты. Мы спрашивали сегодня, спрашивали, ожидаете ли вы роста дохода в 2018 году. Итак, 20% мне подсказывают, что ожидают роста своих доходов в связи с теми цифрами, которые заложены в бюджете, и 80% не ожидают, что станут либо беднее, либо на нынешнем уровне. Давайте подводить итоги, прокомментируем результаты нашего интерактива. Оксана. У меня такая первая мысль, может, эти 20% Одесситов, которые приняли участие в нашем голосовании, это, может, те люди, которых действительно приходится работать на минимальную зарплату, им эти прибавка, для них это существенно, так бы работодатель бы не добавил. Остальные, наверное, знают, что увеличение минимальное не добавит денег в их кошельке, потому что они пойдут в магазин и там цены будут ровно настолько же выше. И, собственно, на уровень доходов их семьи качество жизни это не повлияет. Вадим. Я все же, надеюсь, хочу оставаться оптимистом и в преддверии вот этих новогодних праздников надеюсь, что Новый год он подарит больше оптимизма нашим жителям нашего города, который и то, что будет происходить превзойдет их ожидания. И каждый увидит больше заработной оплаты, может улучшиться благосостояние его и его семье, окружающим. Хотелось бы еще, чтобы оптимизм был обоснован подкрепленным конкретными вещами. Михаил Юрьевич. Ну, я думаю, что многие помнят, как зимой 2014 года над улицей Грушевского над местом столкновений на Веселплахат будет весело. Нам все будет весело в наступающем году. Ну, дай Бог, чтобы в хорошем смысле. Я вас благодарю за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были Михаил Борисов, экономист и депутаты Одесского городского совета Вадим Терещук и Оксана Гончарук. Мы работали в прямом эфире. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь на репортере.